Микс-ньюс Голова предмет темный, и следованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечит, и тебя тоже вылечит. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Мы с Вадимом Родионовым в этот пасмурный день греемся в студии. Ну и вы к нашему огоньку, будем общаться. О тирании. О тирании. Сегодня тут редкий случай, когда на тему нашей передачи мне натолкнула фраза, вычитанная в романе. Фраза такая, звонкая. Тирания утраченной стоимости. В романе написано, что эта фраза приписывается экономистам, которые таким образом называют, когда какой-то проект уже не работает, утратил свою стоимость, а человек по-прежнему ведет себя так, как будто проект работает, он не может с ним расстаться, он продолжает вклад в него деньги, себя, пока не доводит себя до абсолютного краха, абсолютно бессмысленного. Все это потрачено ради некой идеи. То есть получается, что этот проект становится тираном для этого человека в какой-то степени. То есть сначала человек управляет проектом, потом проект управляет человеком. Вот, наверное, все-таки сам проект ни в чем не виноват. Проект тираном быть не может. Его восприятие, наверное. А вот это ощущение, что невозможно смириться с тем, что это полностью обесценено, у этого нет будущего, вот это ощущение, наверное, может быть тираническим, потому что оно начинает управлять тобой и заставляет творить самые разные вещи. То есть это попытка удержать эту Ильвызию. Я посмотрел, что такое решило. Я любил словари, еще от моего папы, редактора газет, мне досталась эта традиция, все посмотреть в словарях. Утраченная стоимость, стоимость чего бы то ни было, которая в будущем уже восстановлена быть не может. То есть эта история навсегда заканчивается. Да. И я подумал, почему меня эта фраза так зацепила. И зацепила она меня, сразу понял, почему. Потому что, и главным образом, встречаясь с людьми, разговаривая по ходу своей работы, и встречаясь с людьми в жизни, я сразу вспомнил массу ситуаций, где эта фраза очень точно описывает происходящее. Ну, опять, мы когда-то говорили об обесценивании, а в связи с этим о цене, о стоимости. Давайте подумаем, что для нас в жизни имеет стоимость. Ну, сама жизнь, начнем с этого. Сама жизнь, понятно. Но, наверное, это ощущение полной утраты стоимости жизни приводит к самоубийству, скорее всего. Бизнес, с чего мы начали. Самооценка. Эмоции и чувства. Эмоции и чувства, свои окружающих, отношения, убеждения. Какая-то идеология, которая для нас была важна, пока мы вдруг не начали осознавать, что она умерла. Наверное, вера во что-то. И вера тоже. Вера с идеологией очень близкие вещи. Не обязательно вера в Бога, я имею в виду, даже вера в собственное дело. Или цель, и так далее, и тому подобное. Начнем с экономики и с бизнеса. Несколько ситуаций очень схожих, которые я видел. Человек, который очень хотел стать бизнесменом. Особенно это было в 90-х годах, когда слово «бизнесмен» звучало как вершина человеческих мечтаний и достижений. И очень многим людям хотелось стать бизнесменами. Хотелось ощущать себя на вершине социальной лестницы, скажем так. И вот несколько обобщая простая ситуация. Человек создает некий бизнес. Вкладывают в него деньги. У него что-то получается. Просто на глазах растет его самооценка. На глазах иногда меняется его отношение. С окружающими, с друзьями нынешними или бывшими и так далее. То есть, его самооценка вырастает, но при этом он уже смотрит свысока на своих друзей, которые, допустим, не добились таких высот именно в бизнесе. И вдруг бизнес рушится. Так бывало. И бывает, и будет, очевидно, происходить. Бизнес рушится. И, казалось бы, надо что-то делать заново. У тебя нет денег. Тебе не на что кормить себя. Тебе не на что выйти из дома, грубо говоря. И человек, вроде бы, должен был бы пойти искать себе какой-то источник пропитания. Ну, скажем, устроиться на работу. Потому что есть какие-то навыки, знания и тому подобное. И вот тут вступает в дело та самая тирания утраченной стоимости. То, кем я был. Человек не может признать, что он больше не бизнес-статус рухнул. Он просто не может это признать. Для него выйти на какую-то работу, значит, признать себя полностью потерпевшим неудачу. Значит, признать, что его собственная стоимость в его собственных глазах, и, я думаю, в глазах окружающих, по его мнению, рухнула. Ну, это фраза, которую часто произносят в голливудских фильмах. Она относится к разведчикам или супергероям. Но, мне кажется, в ней гораздо больше смысла. Ну, почему тебя так пугает начать жить, как обыкновенные люди? То есть, вернуться к этому состоянию, когда человек ходит на работу, кормит свою семью, зарабатывает и так далее. Ведь она многих пугает именно тех, кто был на какой-то вершине, или ему казалось, что он был на вершине. Стать таким, как все. Разведчикам обычно говорят, что хочешь вернуться и работать в магазине, и забыть свое прошлое. Насчет разведчиков не помню. Но, вообще, если мы вспомним в массе фильмов, книг и так далее, как описывается унылая человеческая жизнь. Объединительность. Серая, ничем не примечательная. Человек ходит на работу от и до. Дома его ждут жена и дети. Он к ним возвращается. И все это подается, как нечто абсолютно унылое, бесцветное и в руках умелого. Писатель это подается, как нечто совершенно… Ну, похоже, такой очень унылый ад. И уж, конечно… И даже ад веселеет. Сразу поднятно из этого пренебрежительно насмешливого описания, что этот человек полнейший неудачник, что жизнь его безрадостна, и так он проживет, и смерть его никто на земле даже не заметит, скорее всего. Вот эта концепция ведь, она как раз, как мне кажется, определяет большинство как неудачников. Потому что есть некие люди, которые вырвались, как им кажется, оказались на какой-то вершине социальной, экономической, психологической. А потом они возвращаются вот к этому большинству, которое, опять же, на уровне стереотипа определяется как некие неудачники. Люди, живущие обыденной жизнью. Ну, удачный проект, его стоимость возрастает. Это понятно. Соответственно, если стоимость, если ты признаешь, что стоимость ему больше нет, значит, проект неудачный, значит, ты неудачник. И иногда человеку надо сказать, я потерпел неудачу. Неважно в чем, в отношениях, в бизнесе, где угодно. Это не делает меня неудачником. Делает человека, который потерпел неудачу. То же, как человек, который заварил воспалением легких, не стал инвалидом и не болен теперь на всю жизнь. Но именно это очень трудно признать. И поэтому, возвращаясь к примеру о бизнесе, масса людей тратит последние деньги на то, чтобы сохранять у окружающих представление о своем процветании. Это казаться, а не быть уже. Это принцип срабатывает. Да. Люди влезали в любые кредиты. Люди тратили деньги на представительские функции. Люди платили зарплату сотрудникам, хотя их давно надо было честно распустить. И так далее, и так далее. А почему это так важно, казаться для других? Ведь мы ведь внутри всегда понимаем, что с нами происходит. Ну или, по крайней мере, у нас есть некое ощущение. Для чего нам нужен этот внешний ореол? Для чего нам нужно показывать кому-то? Это часто относится к людям, которые нас или мало знают, или плохо знают, какие-то отдаленные знакомые. Показывать нашу успешность. Для чего нам это нужно? Ведь внутри-то мы понимаем, что все не так, как кажется. Ну, во-первых, я думаю, что наша самооценка, как бы ни называли мы ее самооценкой, она всегда во многом связана с тем, как оценивать тебя окружающее. Здесь очень тонкий баланс, как мне кажется. Если ты бесконечно зависим от мнения окружающего о себе, значит, ты обречен быть совершенно несчастным человеком. Я когда-то рассказывал, по-моему, у меня была пациентка, молодая девушка, успешный блогер. Невзирая на юные годы, у нее были какие-то сотни тысяч подписчиков. Она зарабатывала неплохие деньги. И при этом вроде бы есть все, чтобы гордиться собой. При этом блог ее был о здоровом образе жизни, о путешествиях, о правильном питании, фитнесе и так далее. Ты когда говорила, кто-то написал в комментариях, у тебя толстые ляжки, я думаю, ах ты сволочь, я сижу на диете, занимаюсь спортом, ты сидишь на диване и пишешь мне эти гадости, она говорит, со слезами на глазах. То есть, казалось бы... То есть, ее это ранило? Ее это ранило. То есть, ее самооценка при всех реальных достижениях очень и очень зависела от мнения людей, которых она даже не знала, даже не была знакома. Так вот, я думаю, что озабоченность стоимостью, собственно, и мнением окружающих, это с перекосом в сторону мнения окружающих, это основная беда. Потому что сказать себе потерпел неудачу, еще можно. Представить себе, что окружающие люди называют тебя лузером и втихомолку на табахихикают, или не втихомолку, это тяжело. Ну, вот вы упомянули пример с девушкой-блогером. Я вспоминаю себя, когда я начинал писать статьи, у меня не все получалось. И когда обо мне кто-то в чатах, тогда еще не было социальных сетей, но были уже чаты, писали какие-то гадости, я это сильно переживал. И анализируя после, я понимал, что я переживаю потому, что то, что они пишут, совпадает с моим пониманием. Я понимаю, что я здесь делал что-то не очень правильно, не очень хорошо написал, еще у меня не хватает способностей, не хватает опыта. И, соответственно, этот человек нажал на мою больную мозоль самым грубым образом. И это меня ранило. Сейчас мне все равно, что обо мне скажет. Любой человек, который не относится к профессии, он может говорить, что я не умею писать, может говорить, что я не умею вести, может говорить о том, что я плохой журналист, меня это совершенно не трогает. Потому что я знаю, что я могу и что я не могу. Наверное, в каком-то балансе я пребываю. Но это вопрос в том, что наша уверенность, она ведь тоже формируется не за счет мнения, по большому счету, окружающих, а за счет собретения собственного понимания, что ты из себя представляешь. Или нет? Или мое мнение ошибочно в данном случае? Я не думаю, что ваше мнение ошибочно. Я думаю, что вы, как бы сказать, дослужились до того состояния, когда для вас вы очень четко понимаете, чье мнение для вас важно, а чье нет. Я думаю, что у вас достаточно прочные представления о себе, о своей профессии, о своем месте в этой профессии. И вряд ли вас любое критическое замечание может вывести из равновесия. Насколько мы с вами оба читаем дискуссии в комментариях к вашим постам, люди, которые пишут вам гадости, очень часто текст их комментариев сразу говорит о них. Да, но тем не менее, ведь очень часто люди, которые хотят оскорбить, хотят обидеть, они делают это, они питаются в какой-то степени нашей энергией, потому что я уже заметил такую тенденцию, что люди просто ждут твоей реакции, что ты обидишься, что ты начнешь с ними ругаться, и, соответственно, это будет их подпитывать. Наверное. Над вами тирания утрачена и стойки невластна, Вадим. Ну, не знаю, я бы не зарекался, конечно. Может быть, найдется человек, который сможет это сделать. Но, тем не менее, мне кажется, это очень во многом зависит от нашего внутреннего ощущения. Я думаю, что да. Пойдем дальше от наших деловых успехов. Что еще у нас имеет для нас стоимость? Ну, разумеется, отношения. Причем это как отношения партнерские, супружеские отношения, отношения, которые встречаются друг с другом, также и дружеские отношения. Я думаю, что мы все, так уж устроена жизнь, мы все на каких-то этапах жизни начинаем волей-неволей задумываться о том, что мы рядом находимся. Друзья это, или наши партнеры, что нас с ними связывает. Мы волей-неволей жизнь подталкиваем, потому что мы устраиваем такую ревизию. Этот человек был для меня ценен, важен. Мы познакомились в таком-то возрасте. Прошло столько-то времени, и что-то поменялось в наших отношениях. Это предвосхищающие критические замечания, не вопрос корысти, что человек больше не выгоден, не приносит пользы и тому подобное. Это вопрос, что с этим человеком меня связывает. И здесь тоже, я думаю, что любой из наших слушателей вспомнит хотя бы одного такого человека, а может найдет в себе что-то в своих воспоминаниях, что-то похожее, когда мы почему-то эти отношения не можем отпустить. Хотя понимаем, что они уже нас не обогащают. Вроде должны понимать. Даже не обогащают. Они, ну, пусты, в общем-то. А бывает и токсичны. Это уж само собой. Но тут немножко другая история. Так вот, когда мы задумываемся в этих отношениях, волей-неволей, мы, конечно, не оперируем понятием стоимость. Это звучит сухо и по-деловому. На звонок? Да. Примем звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Извините, я немножко не в тему. Рад и часто нравится слушать вашу передачу. Но вот как-то почему-то очень режет ухо, небрежное отношение к слову «человек». Спасибо. А что именно? Поясните, чтобы мы могли это прокомментировать. Я слышу, когда произносится вашим гостям слово не «человек», а «чек». Ну, вот это совсем непонятно. Все остальные слова достаточно внятны и отчетливо произносятся. Вот это не могу просто вот как-то... Да, спасибо, но мы отчетливо произносили слово. У всех свои ассоциации, ну, наверное, нашему слушателю в моем произношении слова «человек» показалось некое пренебрежение. Заверяю вас, но вам показалось. Возможно, я иногда нечетко выговариваю, но «человек» это звучит гордо не только для классиков, для меня тоже. Ну, интересно, согласитесь, что наш радиослушатель услышал слово «чек», учитывая, что наша тема это тирания вытраченной стоимости, «человек» и «чек» в данном случае как раз сложатся. Мы вступаем на путь свободных ассоциаций. Возвращаясь к стоимости от нашей... Есть еще время перед рекламой? У нас буквально две минуты остаются. Можем. Немножко поговорить еще. Я думаю, ну, мы часто говорим, эти отношения для меня ценные или даже бесценные. Причем бесценные не в смысле, у них отсутствует цена, потому что ничего не стоит. Они очень дороги, скажем. Потому что нам даже не измерить эту цену. И, наверное, для нас отпустить некие отношения, признать, признать, что они исчерпали себя, возможно, даже сложнее, чем бизнес-проект. Потому что или мы признаем, что целый кусок нашей жизни потрачен. Сказать, потрачен зря или нет, уже отдельная история. но потрачен и страшно признать, что нечто завершилось, что впереди неопределенность. Это то, что я часто слышу от моих пациентов, а что же я тогда буду делать? То есть, в этот момент жизнь заканчивается, вот ощущения жизни и продолжения нет. И хэппи-энда нет. Хэппи-энда нет. Ты, наверное, должен признать, что ты совершил некую ошибку. А самое главное, если я завершаю эти отношения, признаю, что этот человек мне больше не друг, или этот человек больше, я его больше не люблю, или он меня больше не любит. То есть, я, может, его еще и люблю. То, что он абсолютно равнодушен ко мне, может, даже и жесток, лишает наши отношения всякого смысла. И это нужно принять еще тяжелее. И вот за этим остается некое пространство для того, чтобы мы вслушивались в себя. Насколько я сам ценен для себя, когда эти отношения закончились. Какие вопросы я себе буду задавать? В чем я себя буду винить? Сочту ли я себя тем, кто больше никому не нужен и не интересен? Заглянули я в себя с вопросами «Ты сделал неправильный выбор? А почему ты его сделал?» и еще множество «Зачем и почему?» Об этом мы поговорим после небольшой паузы. Ариэль Резник-Мартов, врач-психиатр, программа «Диагноз недели». Оставайтесь с нами, скоро вернемся и продолжим. Мы продолжаем эту программу «Диагноз недели». В студии работает врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. Звоните 672-12-93-9 и 672-13-93-9 Телефоны прямого эфира в нашей студии. Пишите в WhatsApp 230-6191. Говорим мы сегодня о тирании утраченной стоимости. Продолжаем о этой теме в приложении к отношениям. Что делают люди, когда отношения уже фактически закончены, а смириться с этим они не могут? В лучшем случае люди расстаются и страдают и не позволяют найти что-то новое, не позволяют себе начать жить дальше. В худшем случае люди изо всех сил не отпускают своих партнёров. А самая печальная история, когда оба участника отношений не в состоянии признать, что эти отношения скончались. И тогда каждый из них мучительно находит повод сохранить отношения, а вдруг не уйти, попытаться изобразить, что они... Один из самых ужасных способов реанимации умерших отношений, когда люди на грани расставания, на грани развода вдруг решают пожениться и завести ребёнка. это... Обычно это не спасает. Обычно это не спасает, просто в эту ситуацию попадает третий, который об этом вовсе не просил. И который ни в чём не виноват. И это, в общем-то, люди так и говорят, мы решили спасти наши отношения, мы решили, что это поможет. На алтаре этих отношений приносится ребёнок. Ну, наверное, хорошо, что ребёнок есть, а не то, что его нет, но ребёнок проходит через всё, через всё, чем его щедро наделяют спасатели отношений. То есть, реанимация таким образом оказывается бессмысленной по большому счёту? Или есть исключения? Я думаю, что нет. Я думаю, что если люди уже друг другу не близки, и между ними сплошные обиды и взаимные претензии, ребёнок – это только лишний повод для продолжения обид и претензий. И уж он-то их ощущает на себе в полной мере. Чего я не хочу сказать, что люди виноваты, что они люди лгут себе и, наверное, всячески от себя стараются спрятать истину, что всё это построено на лжи. Видите, даже на лжи такой вещь несуществующий можно родить живого настоящего ребёнка. Но при этом ложь в данном случае – это бессознательная история? Да, по большей части это не всегда рационально. По большей части да. И в данной ситуации люди очень боятся не то, чтобы поговорить друг с другом, это само собой, они очень боятся поговорить каждый с собой. То есть найти там то, что на самом деле. Да. А почему этого боятся? Потому что это будет боль, потому что это будет принятие того, что всё закончилось, а это страшно принять. Потому что это и есть самая утраченная стоимость. В представлении человека целый кусок моей жизни прожит зря. Но это можно сравнить со психологическими стадиями принятия тяжёлого заболевания? Потому что человек проходит через отрицание, через гнев, через депрессию, и потом вот доходит до принятия. Соответственно, и с отношениями, наверное, тоже можно в какой-то степени это увидеть. Сравнить можно с той разницей, что с принятием какого-то фатального заболевания, в котором печальный конец неизбежен, я понимаю, что действительно всё заканчивается. с окончанием отношений дружеских или парных в общем заканчиваются только эти отношения. Но в тот момент ведь человек, который находится в состоянии тяжёлых переживаний, он ведь не осознаёт, что это не вся жизнь заканчивается. Для многих это ощущение такого конца абсолютно искренне. То есть, что же будет потом? А потом не будет ничего. Он был смысл моей жизни или она была смыслом моей жизни. В общем, многому можно вспомнить. Я думаю, что каждый понимает, что жизнь не кончится. Каждому страшно. Да, звонок у нас ещё. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте. Как вас зовут? Скажите, могу ли я частично рассказать историю на АТШ-хам, потому что некоторые слова мне будут трудно вспоминать. Да, рассказывайте. Да, 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 да. Ну, общем, две ситуации, которые, ну, как бы закончили дружбу. Ну, man была как draуга мэтина поздīстана. Viņi man iелūdza uz синхрону пельдейшanu un satворчевал. Ну, viņam bija fotogrāfs. Es biju atnācis diezgan drausminīgā paskatā, ну, не пельдейш осенни un pieblīдуси man bija sei, ну, es viens zāles , Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Спасибо вам! Популярная история. Например, в американских молодежных фильмах это очень хорошо прослеживается. Я не буду с тобой встречаться, потому что ты угрожаешь моему имиджу, так говорит популярная девочка, например, непопулярному мальчику-ботанику. Это, в общем, хорошо видно вот этой субкультуре подростковой. Ну и, наверное, во взрослой жизни это тоже все-таки проявляется. Ну, у меня сразу возник вопрос, насколько реалистично Мартинч оценивал свою ценность в глазах этой девушки. Насколько она была ценна для него, потому что, судя по тому, как эмоционально Мартинч все это изложил, его это ранило. Эта история его задела, и опять, мне кажется, вот это описание девушки, которая тебя сторонится, уже показывает, что в ваших отношениях что-то, наверное, заканчивается. Дружеских, недружеских, неважно. И, похоже, Мартинчу очень трудно признать, что они закончены. Что мыши и крысы, которые жили у него дома, оставленные девушкой, это какой-то хороший символ, мне кажется, все, что осталось в этих отношениях. Ну, это, то есть, в этот момент просто нужно принять. Очевидно. Но принять это очень больно и сложно. Как мы говорили, что человек пытается, даже бессознательно, может быть, как-то сохранить эту ниточку. Не болею многого другого. Об отношениях мы поговорили. Дальше, мне кажется, убеждения, вера, идеология, в общем, все, что… Ну, я думаю, много раз это наблюдали, насколько для людей болезненными является кризис веры, кризис идеологии. Когда человек вдруг понимает или пытается понять, что все то, во что он верил, ошибочно и неактуально. Ну, это, кстати, хорошо видно, как страдает народ или электорат, когда умирает тиран. Мы видим, насколько искренне люди бьются в истериках, когда, в общем, кто-то уходит. Ну, смерть Сталина, опять же. Это немножко другое, мне кажется. Убеждения – тиран умер, а вера в него или любовь к нему, или ощущение, что мир кончится, они остаются. Но это не тираней утраченной стоимости в какой-то степени? Наверное, нет. Он умер, но продолжается вот это… Наверное, нет. Я всё-таки думаю, что когда ты понимаешь, что идея, в которую ты верил, мертва, что она на самом деле или принесла людям очень много горя, или когда-то она была актуальна, но, увы, перестала работать, мы знаем, что идеи тоже имеют свой срок жизни. Идеи тоже или трансформируются, или исчезают, но чтобы любая идея жила в одном и том же виде, не меняясь столетиями, в общем, так не бывает. Даже основные религии, те претерпевают различные изменения. И вот, мне кажется, человек, который вдруг оказывается перед выбором признать себя, должен искать себя новых богов, или должен искать себя новых кумиров, или новые просто идеи и убеждения, и это оказывается часто очень тяжёлым. Ну, это как перенастроить бизнес, например, если один рынок сбыта, например, исчез, нужно искать другие, а это сложно и это некомфортно. Мы помним, на самом деле, любые исчезновения Российской империи, исчезновения Советского Союза, всегда проходила некая волна самоубийств. Их, они бы не были массовыми, к счастью, но мы помним, что были политические деятели, которые кончались с собой, не потому что им что-то угрожало, а потому что принять для себя, что их идея закончена, что их вера обессмысленна, было невозможно. Проще было, сохранив эту веру, уйти на тот свет, чем позволить себе жить и менять свои ценности. Ну, здесь ещё можно как раз порассуждать на тему, что когда человек теряет определённый статус и влияние, и остаётся при этом богатым, скажем, обывательскому уровню человеком, ну, как Борис Березовский, он не смог с этим смириться, потом застрелился. Это тоже потеря того, кем ты был. Хотя он остался миллионером, был миллиардером, но, тем не менее, не выдержал этого. Тут, мне кажется, мы приходим к вопросу той самой утраты статуса. Потому что, если мы по всему этому задумаемся, человек, который утратил бизнес, или человек, который вдруг оказался вынужден взять и полностью поменять сферу своей деятельности. Вот был человек врачом и выяснил, что он где-то там в начале 90-х получает те деньги, за которые невозможно прокормить ни себя, ни семью. И он меняет радикальную карьеру, или человек, который не хочет менять свою карьеру. Или человек, который всегда был, не знаю, почтенным женатым мужчиной, или наоборот, это была замужняя женщина, или это была девушка, у которой был статус, у меня есть мужчина, и я достойна зависти, восхищения и так далее. Так вот, утрата всего этого, в том числе и утрата статуса, точно так же, как я из борца за идею, за благородную идею, за светлое будущее, вдруг превращаюсь в какое-то перекати-поле. Кто я теперь? Ведь мы себя очень часто ассоциируем своим статусом. И этот статус с двух сторон, и для нас самих, и с нашей точки зрения, для окружающих, определяет нашу стоимость, нашу цену. То есть уважение окружающих, уважение к себе, и все вместе это, в общем-то, определяет наше психологическое состояние в какой-то стиле. То есть когда мы теряем идею, которой мы служим, мы часто превращаемся во что-то, с нашей точки зрения, презренное, неприятное. Здесь можем вспомнить Японию, самураев. Самурай, который терял хозяина, которому он служил, назывался Ронин. И обычно это была не самая приятная прослойка общества. Они шли в разбойники, их не очень уважали. То есть везде история Ронина, обычная история, за некоторыми исключениями, это история неудачи. Это история кого-то, кто сразу утратил свой статус в глазах общества, потому что он никому больше не служит. А общество, по словам, на идеалах служения, таких людей не приемлено. Но мы являемся заложниками этого статуса, получается, своего статуса. А здесь мы опять возвращаемся к нашим собственным ценностям, к нашему собственному восприятию себя. Потому что если статус – это основное, что мы в себе ценим, то нам стоит задать себе вопрос, почему? Почему для меня мой статус вытесняет все прочие мои знания, умения, навыки, достоинства? И, я думаю, смена статуса очень болезненна. Опять же, мы вспомним 90-е, сколько людей в одночасье лишилось своего статуса, лишилось. Они были уважаемыми, более или менее прилично оплачиваемыми работниками. И вдруг оказались где-то в самом низу пищевой цепочки. Им надо было адаптироваться, им надо было спасаться. Ну вот трагедия, которая недавно произошла, это Паша Фейсконтроль, известный клубный тусовщик и человек, который определял, кто будет посещать самые престижные клубы Москвы в 90-х годах. Как в 90-х годах как раз о нем была большая статья, где рассказывали о том, что он переживал потерю того времени. То есть, относительно молодой человек, он умер, судя по всему, от тромба, так пишут. Он умер в 48 лет, и он очень переживал того, что он потерял этот статус, того, не знаю, главной звезды светской Москвы в 90-х, начала нулевых. Есть подумата грустная история, что молодой человек всю свою стоимость свел к возможности свергать среди светской тусовки. Как только его место погасло, он потерял всякий смысл жизни. Возможно, этот тромб – это такое закономерное завершение. Человек утратил смысл жизни и желание жить. То есть, это история, когда статус управляет человеческой жизнью. Да, да. И я думаю, если мы попытаемся как-то эту тему резюмировать, наверное, для того, чтобы избежать тирании и утраченной стоимости, а любая тирания нам не на пользу. Неважно, мы находимся под гнётом политического тирана или под гнётом тирании собственных иллюзий и заблуждений. Наверное, то, что нам всем стоит пытаться сделать, это для начала не лгать себе. Понятно, что мы часто лжём все бессознательно, и это не очень просто. Распознать. Распознать. Это не очень просто ответить себе честно на вопрос, вру я себе сейчас или нет. Неважно, насчёт отношений, насчёт работы или чего-то ещё. И вопрос, на который себе тоже стоит отвечать, то, чем я дорожу и сохраняю. Я действительно вижу смысл и перспективу, или без всего этого я буду ощущать себя лишённым смысла, статуса, уважения. Вот статус и смысл у людей часто путаются. Это совершенно не одно и то же. Я думаю, что смысл… То есть статус принимают за смысл. Да. А смысл принимают за статус. Смысл, а смысленность – это внутреннее ощущение. Статус – это всегда внешнее. Ну и статус – то, что обязательно будет оценивать кто-то, кроме меня. Но статус, он даёт нам внутреннее удовлетворение? Наш статус в обществе? Если наш статус в обществе мы ощущаем как вполне себе значимый… Какой статус? Состояние, позиция, положение. Если мы ощущаем как значимый, конечно, даёт нам некоторое удовлетворение. Наверное, есть люди, которые абсолютно независимы от внешних оценок, но всем нам в той или иной степени статус, конечно же, важен. Вам важно осознавать, что вы хороший журналист, который создаёт качественные передачи и пользуется вниманием слушателей. Наверное, мне важно понимать, что я хороший врач, и благодаря моей работе что-то происходит. Им не важно, когда есть люди, которые это ценят. Мне кажется, здесь ещё есть одна интересная грань, потому что есть человек на своём месте со своим статусом, который, скажем, соответствует его уровню в профессии. А есть люди, для которых важен статус, и они не соответствуют этому. Но, тем не менее, они стремятся, чтобы статус был выше того, что они из себя представляют. И тогда, получается, дисгармония возникает некоторая. Ну, человек, например, покупает дорогие автомобили для того, чтобы показаться, что вот он там, не знаю, что-то компенсировать. Человеку, который удовлетворён, скажем, в профессии, в каких-то своих интеллектуальных моментах, ему, наверное, не надо эти атрибуты внешне очень сильно демонстрировать. Ну, там, гениальный писатель или там Юрий Норштейн будет скромно стоять, ждать интервью и никогда не скажет никому, что принесите мне там, не знаю, там, свежие апельсины из Марокко и так далее и тому подобное. Хотя он гений. Ну, что о любом статусе, а собственном, естественно, в первую очередь, нам стоит осознавать, что никакой статус не вечен и не гарантирован. Есть стихотворение у Байрона, нет, у Шелли, по-моему, кого-то из них, где человек находит в пустыне обломок памятника, которому написано «Я Азиманди, я мощный царь царей, склонитесь все народами моими делами, я покорил весь мир» и так далее. Это обломок камня в пустыне, занесённой песком. Это очень хорошая метафора статуса, потому что ни один статус не вечен. Я думаю, что ни один статус нам не гарантирован. Более того, статусы могут меняться. И я думаю, то, чего от нас требует жизнь, это периодически быть готовым к перемене статуса и периодически снова задать себе вопрос, кто я, каков я на сегодняшний день, есть ли необходимость меняться, есть ли по-прежнему ли ценно всё то, чем я жил, чем я дорожу, и как мне со всем этим быть дальше. И не быть заложником тирании утраченной стоимости, соответственно. Именно. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим нашу программу. Это была программа «Диагноз недели». В студии работали врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. Меня зовут Вадим Родионов, звукорежиссёр Родион Золотарёв. Я с вами не прощаюсь, после шести часов встретимся в программе «Вечерний интерактив», в 17 часов программа «Открытая кухня». Ариэлю мы говорим до свидания, до следующей. Всего доброго.